Реальность Стоит ли овчинка выделки? В целях обеспечения контроля за передвижением транспортных средств у нас организована работа к ранее имеющимся двум стационарным постам, размещенных на мостовом переходе Президентский на правом и левом берегу. Также будет производиться тремя передвижными пунктами весового контроля. Движение для большегрузов ограничивают ежегодно. Качество дорог также стабильно плохое. Платить готово был бы результат. Конкретно наши пенсионеры из нашего дома, естественно, они согласны, потому что они видят результаты этих платежей. Они согласны платить на 5-20. Капитальный ремонт четко, прозрачно, доступно, а главное наглядно. Не пей, Иванушка! В этом году за распитие алкогольной продукции в запрещенных местах на 34,7% больше выявлено административных правонарушений. Призывы и увещевания по поводу вреда от употребления алкоголя в Ульяновской области сменились ограничениями, вполне понятными и оправданными. Первый юбилей – особое звание. На самом деле, Дэнс-авеню – это половина моей жизни, половина учебы, половина Дэнс-авеню, потому что заканчиваются пары, и мы все дружно идем сюда, отдаем очень много сил этому, и потом вы видите результат нашей работы. Первый в Ульяновский студенческий танцевальный коллектив получил почетное звание народного. С 1 апреля на дорогах Ульяновской области вводятся ограничения для большегрузного транспорта. Мероприятие носит ежегодный характер практически во всех регионах России. Решение о вводе ограничений принималось на региональном уровне. Мера обусловлена повышенной чувствительностью дорожного полотна к нагрузкам в этот период. Считается, что грузовой транспорт наносит колоссальный вред асфальтовому покрытию, в результате чего на проезжей части образуется колейность, рытвины и ямы. К тему продолжит Евгений Луковкин. О них скоро либо хорошо, либо ничего. Городские и региональные дороги. Сегодня в целом отличная трасса для раллийных гонок, позор для местных жителей перед гостями из других областей и вечная головная боль дорожных чиновников. Многолетний проверенный способ минимизировать потери асфальтового покрытия на основных направлениях, ограничить передвижение по этим самым направлениям. По-народному говоря, не пущать. Временное ограничение не будет распространяться на международные перевозки, на пассажирские перевозки, на перевозки топлива, почты. Они же не коснутся любого транспорта, перевозящего грузы сельскохозяйственного назначения. Всем остальным большегрузом выезд на дороги будет заказан с 1 по 30 апреля. Без ограничений движения в этом году останутся федеральные трассы. Для выявления нарушителей используют весовой контроль. В целях обеспечения контроля за передвижением транспортных средств у нас организована работа к ранее имеющимся двум стационарным постам, размещенных на мостовом переходе Президентский на правом и левом берегу. Также будет производиться тремя передвижными пунктами весового контроля. Из факторов, которые, возможно, внесут весомые коррективы в планы – коррупционные составляющие. Не так давно в городе осудили инженеров весового контроля, которые брали взятки за проезд с нарушениями по президентскому мосту, тому самому, благодаря чему полотно моста испытывало существенные перегрузки. И если верить классикам, то коррупция – это та самая беда, что не приходит одна. Все это ежегодно принимаемые меры для того, чтобы снизить нагрузку на российские дороги и, соответственно, меньше их ремонтировать. Однако почти сто лет назад Антон Палыч Чехов писал в своих заметках «Путешествуя по Сибири». Говорят, что в городах и селах по Сибирскому тракту живут люди, которые получают жалования за то, что починяют дорогу. Если это правда, то надо прибавить им жалования, чтобы они, пожалуйста, не трудились починять, так как от их починок дорога становится все хуже и хуже. Наша сказка хороша, начиная с начала. Трудности и разночтения процесса капитального ремонта многоквартирных домов порождают бурю эмоций – число разборок, проверок и комиссий. Огромные долги по платежкам в большинстве случаев становятся камнем преткновения. У каждой стороны своя правда. Жители не видят работы управляющей компании и не считают нужным платить за виртуальный ремонт. А управляющие компании, в свою очередь, фиксируют дальнейшее разрушение веренных им домов. Ситуация в области и областном центре отличается. Грамотностью это можно объяснить, недоверием или подозрительностью – вопрос другой. Но капремонт делать кому-то нужно. Ветхого жилья в регионе немало. Капремонт – не панацея, но все-таки хоть какая-то надежда на крепкую крышу над головой. Подгодовительная работа ведется по всей территории региона, правда, с разной степенью интенсивности. В поселке Игнатовка в 2016 году в программу капитального ремонта вошло два дома. Оба строения уже примерили на себе новые кровли и фасады. Осталось в этих домах у нас инженерные сети, вода, водоотведение и электрика. Поначалу жители тревожно отнеслись, потому что ремонт кровли производился в зимний период, и это никогда не происходило. Ну, тревожно, но все это перенесли, вытерпели, как говорится, все сделали под ключ. Зависит, конечно, тоже от зимы, но, как правило, это более безопасно, чем делать это летом, потому что риск протечки всегда меньше. Осадки, которые выпадают зимой, они, как правило, в виде снега, редко это дождь, со снегом проще работать, чем с ливнем, который выпадает, как правило, летом. И это не противоречит строительным нормам, правилам, поэтому это даже более удобно. Поэтому мы стараемся крышу делать зимой. Эти дома в Игнатовке были построены в конце 50-х годов прошлого столетия. Как часто бывает, построили и забыли. Вплоть до 2016 года дом не видел никакого ремонта. Разве что сами жильцы своими силами латали да подкрашивали откровенные дыры. Этот ремонт был необходим и назревал давно. Крыши текли, фасады в некоторых местах потрескались. Это надо было обязательно делать. Но надо было бы и давно, чем сейчас. Лучше поздно, чем никогда, говорят жители поселка Языково, где аварийные дома дождались программы капремонта. Данный дом попал у нас в региональную программу капитального ремонта в 2015 году. А в 2015 году был произведен ремонт кровли. Также в 2016 году на данном доме произведен ремонт фасада, утепления фасада и произведен ремонт отмостки. Также в этом году планируется произвести ремонт лестничной клетки, ремонт электропроводки, ремонт канализации и ХЛС. И вот он показательный момент. Финансовая дисциплина в доме 95%. Были бы и все 100, но две квартиры пустуют. С тарифами на капитальный ремонт местные жители согласны. 5,20 с квадратного метра. В итоге сумма набегает немаленькая. Когда результат можно ощутить, потрогать, то и жить становится как-то легче, спокойнее. Конкретно наши пенсионеры из нашего дома, естественно, они согласны, потому что они видят результаты этих платежей. Они согласны платить по 5,20. Конечно, понятно им все. Они даже и вопросов никаких не задают по этому поводу. Мы согласны платить любые деньги, лишь бы только нам все делали. Может и городским управляющим компаниям стоит брать пример с областных коллег. Оказывается, можно и такой трудный процесс, как капитальный ремонт, организовать прозрачно, четко, доступно. Так, что средства из кошельков собственников не улетают в трубу, не закапываются в бумажной бюрократии и не оседают в карманах недобросовестных чиновников. Не пей, Иванушка. Призывы и увещевания по поводу вреда от употребления алкоголя в Ульяновской области сменились огорчениями, вполне понятными и оправданными. Так называемые безалкогольные часы в регионе по будням действуют с 8 вечера до 8 утра, а в выходные дни реализация продукции с содержанием этилового спирта более 15% запрещена вовсе. Увы, практика показывает, ограничиться этими мерами не выйдет. Работу по снижению количества пьяных преступлений необходимо вести непрерывно. Борьба с пьянством – проблема номер один. Этим заявлением глава региона открыл заседание комиссии по профилактике правонарушений на территории Ульяновской области. Снизить количество пьяных преступлений, лишь ограничив доступность делия, не выйдет. Необходимо поставить реальную преграду фальсификату. Как ни печально, одно вытекает из второго. В прошлом году в регионе объем продаж легального алкоголя уменьшился на 4%. Продавцы суррогата тут же сориентировались и восполнили освободившуюся нишу. В сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в 2015 году выявлено 126 преступлений. А из незаконного оборота изъято более, коллеги, вдумайтесь, 300 тысяч литров вот этой алкогольной и спиртосодержащей продукции. Более шести сотен тонн нелегального алкоголя правоохранители изъяли из свободной продажи лишь за три неполных месяца этого года. Нарушителей правил продажи спиртосодержащей продукции привлекают к ответственности. В разряд недобросовестных попали уже две тысячи предпринимателей, которые не задумываются о здоровье покупателей. Даже факт, что продажа суррогата чревата человеческими жертвами, торговцев не останавливает. С второй половины 2015 года количество с регистрированных случаев отравления алкогольной продукции начало увеличиваться. А уже по итогам 2015 года мы видим, что увеличение составило 7,5%. В том числе, уважаемые руководители муниципалитетов, почти на 12% увеличилась смертность. Картина, когда на лавочке выпивает веселая компания, а буквально в двух метрах находятся дети. Тоже реальность 21 века. Тут на правонарушителей нет ни дружинников, ни постовых, ни участковых. Остаются только сами родители и сердобольные бабушки, взывающие к совести. Призван еще и закон. Эффективность его пока оставляет желать лучшего. Не лишним будет помнить, награда обязательно найдет своего героя. Штраф до полутора тысяч рублей. В этом году за распитие алкогольной продукции в запрещенных местах на 34,7% больше выявлено административных правонарушений. В абсолютных цифрах это более двух тысяч административных протоколов, составленных по указанному составу. В прошлом году было немногим более полутора тысяч. Есть и положительные моменты для организации работы самих полицейских. Планируют строить новое здание – отделение полиции в Засвияжском районе. Сегодня это подразделение располагается в постройке советских времен на улице Автозаводской. Подобран городом земельный участок на перекрестке улиц Фруктовая и Жигулевская. Сейчас отрабатывается вопрос с Министерством внутренних дел и правительством Российской Федерации о финансировании этих мероприятий. Для того, чтобы обеспечить, а, и комфортные условия для работы сотрудников полиции в новом здании, которое планируется построить. И, б, конечно, это максимально удобно для жителей Ульяновской области, для того, чтобы они приходили и получали государственные услуги в подразделении полиции в новом здании. Стражи порядка уповают на профилактику и, как будто сами себя подстегивая, говорят – нельзя применять формальный подход. Добиться реального снижения правонарушений можно лишь соблюдая требования законодательства. Если учесть, что закон един для всех без исключений, победить преступность получится лишь общими усилиями. В период с 29 марта и по 1 апреля впервые на территории нашего региона проходят совместные тактические учения ульяновских десантников и военнослужащих одной из мобильных бригад сил специальных операций Белоруссии. Десантники двух стран будут отрабатывать, как сказано в легенде, практические действия по уничтожению незаконных вооруженных формирований в отрыве от основных сил на определенном оперативном направлении. Общая численность привлекаемых воинских контингентов из двух стран превысит 250 человек и в ходе маневров будет задействовано 50 единиц военной техники. Руководство этими совместными учениями возложено на командира 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ полковника Дмитрия Овчарова. А теперь коротко о других событиях из жизни нашего региона. 33 терминала и 5 игровых полей были изъяты сотрудниками полиции в ходе оперативных мероприятий по пресечению незаконной игровой деятельности. После соответствующих экспертиз судом вынесено решение об их конфискации с последующим уничтожением. У МВД России Павлиановской области обращает внимание, что за незаконную организацию проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорных зон, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, для юридических лиц предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 700 тысяч до 1 миллиона рублей. Ответственность физических лиц за незаконную деятельность в сфере игорного бизнеса наказывается штрафом до полумиллиона рублей или лишением свободы на срок до двух лет. Ну а конфискат был отправлен, так сказать, в последний путь на металлобазу, где его и уничтожили. 27 килограммов марихуаны, выращенной в одном из гаражей в центре Ульяновска, а также специальный инвентарь и удобрения. Все это изъято сотрудниками регионального управления наркоконтроля у двух гаражан, которые еще сбывали амфетамин и масло каннабиса. Злоумышленники предстали перед судом, а вещественные доказательства приговорили к уничтожению. Туда же в печку отправились еще 500 граммов гашишного масла и более 2 кило солей и спайсов, а также немного героина и амфетамина. Как сообщили в пресс-службе ФСКН, уничтожение подконтрольных веществ проводилось при непосредственном участии сотрудников отдела специального назначения подразделения ГРОМ и под наблюдением комиссии в составе сотрудников подразделения собственной безопасности наркоконтроля и представителей территориальных органов надзорных ведомств. На минувшей неделе, по информации регионального управления Роспотребнадзора, зарегистрировано 7692 случая заболевания ОРВИ и гриппом, что ниже эпидемического порога в целом на 12%. Но по сравнению с предыдущей неделей отмечается небольшой рост заболеваемости всего на 11,7%. За 12-ю неделю 2016 года в стационары нашей области госпитализировано 229 человек. В Ульяновске в системе мониторинга исследован материал на грипп и ОРВИ от 44 человек. Получено 4 положительных результата на свиной грипп и по одному положительному результату на вирус под типа гриппа А и на грипп Б. При обследовании на ОРВИ у одного человека выявлен риновирус и еще у одного – РС-вирусная инфекция. Согласно статистике, проблема с весом, а именно ожирение, выходит на первые позиции среди причин роста заболеваемости сердечно-сосудистыми, онкологическими и эндокринными заболеваниями в мире. В России излишним весом страдает более 57% населения. И самое страшное, что болезнь – это касается не только взрослого населения, но и детей и подростков. Комплекс симптомов, провоцирующих нарушение обмена веществ, медики называют метаболическим синдромом. В ближайшем выпуске тележурнала «Будь здоров!» расскажем, кому следует опасаться этого синдрома и как его обнаружить. Берем сантиметр и измеряем талию. Как понять, что метаболический синдром прогрессирует? Центральное ожирение, нарушение липидного профиля, то есть повышение холестерина и триглицеридов и холестерин липопротеидов низкого плотности и снижение холестерин липопротеидов высокой плотности. То есть это нарушение биохимии, повышение свертываемости крови, повышение сахара крови, повышение артериального давления, наличие мочевой кислоты выше нормы, то есть это развитие подагры, заболевания суставов и поликистоза яичников также является проявлением метаболического синдрома. Так ли страшен черт, как его молюют? Каковы последствия метаболического синдрома? Метаболический синдром опасен своими осложнениями. Это атеросклеротическое поражение сосудов всего организма, а следовательно инсульт, инфаркт, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, нарушение функции желчевыводящих путей и печени, боли в суставах, вплоть до развития онкологических заболеваний. То есть в общем-то страдает весь организм, но конечно не забудем про сахарный диабет, это одно из основных осложнений. Легко заработать, нетрудно и избавиться. Как лечить метаболический синдром? Тот момент, что все-таки развитие метаболического синдрома – это нездоровый образ жизни. Это неправильное питание, сниженная физическая активность, гиподинамия, стрессы, наличие вредных привычек, табакокурение, алкоголизм. И в общем-то с этим можно бороться. То есть метаболический синдром – это обратимое состояние, это не так страшно. И бороться с метаболическим синдромом – это легко. Также в программе «ЗОЖ на старт» в регионе начинается фестиваль здорового образа жизни. Только актуальные темы здоровья смотрите в новом выпуске программы «Будь здоров» на телеканале «Репортер 73». Один из крупнейших российских авиаперевозчиков может рассмотреть вопрос о росте ценной билеты для пассажиров. К такому шагу авиакомпанию якобы подталкивает повышение тарифов на услуги аэропортов. В образовавшихся условиях авиабизнес становится нерентабельным при нынешней стоимости билетов, отметили представители аэрофлота. Но окончательное решение требует глубокого анализа и мониторинга. Цена – это взвешенная вещь. Мы будем смотреть за рынком. Конечно, если все поднимают, мы должны что-то делать. Но мы специально этого делать не будем. Но и в убыток летать не можем. Если мы не справимся с производственной себестоимостью, то мы получим явный убыток. Мы этого не можем себе позволить. 21 февраля вступил в силу приказ Федеральной антимонопольной службы о дерегулировании сборов на взлет-посадку, стоянку судов, авиационную безопасность. В результате для среднемагистрального самолета с загрузкой 60-70% стоимость рейсов Домодедово вырастет примерно на 12 тысяч рублей. В Шереметьево – на 6 тысяч. В то же время в Ульяновске население больше занято вопросами времени, а точнее переходом в домашний часовой пояс и связанными с этим изменениями в размеренной провинциальной жизни. Так, например, массу вопросов вызывает использование двухтарифных приборов учета и их перепрограммирования. Этим займутся управляющие компании. В переходный период, на который по разным оценкам отводится от двух недель до двух месяцев, помощь по каждому связанному вопросу жителям города и области должна оказываться незамедлительно. Ни одно обращение людей по каким-либо проблемам, возникшим из-за перехода на местное время, не должно остаться без внимания. Все вопросы должны решаться в ручном режиме. Все хозяйствующие, социальные, транспортные структуры должны быть готовы работать в соответствии с новым графиком, а их руководство незамедлительно включаться в возможные внештатные ситуации. Ни одного свободного места в зале. Море оваций и восторг от каждого номера. Настоящий праздник для студентов, преподавателей, а также своих друзей и близких устроили ребята из танцевального коллектива «Дэнс-авеню» Ульяновского государственного педагогического университета. В марте коллективу исполнилось пять лет. И свой первый юбилей участники школы эстрадного танца отметили особым званием. «Дэнс-авеню» – танцевальный коллектив, который зародился в стенах педвуза всего пять лет назад. Сложно поверить, но его художественному руководителю Алексею Бешанову на тот момент не было и 18-ти. Молодой и очень талантливый парень, без специального образования, но с огромным желанием работать, взрослел вместе с коллективом. Сегодня, не скрывая слез радости, он по-настоящему горд за свой проект. «Название придумано абсолютно случайно, на первом из выступлений. То ли утром, то ли ночью как-то название пришло или где-то мелькнуло в сети. Не знаю, каким образом. Два слова считались, сочлились, как-то. Всплелись воедино, и получилось такое название. Оно не означает ни уличные танцы, ничто, оно просто красиво звучит. И, наверное, это одно из плюсов и минусов, когда ты не останавливаешься только на одном названии, допустим, не привязываешься к одному стилю или направлению. Способность вживаться в любые роли и танцевать в разных стилях – визитная карточка коллектива. Дэнс-авеню хорошо известен не только в нашем регионе. Его танцевальным номерам аплодировали в Олимпийском Сочи, на универсиаде в Казани. Он является победителем многих всероссийских конкурсов и хореографических турниров. На самом деле Дэнс-авеню – это половина моей жизни, половина учебы, половина Дэнс-авеню, потому что заканчиваются пары, и мы все дружно идем сюда, отдаем очень много сил этому, и потом увидите результат нашей работы. Много новых знакомых, друзей, это моя вторая семья. Очень много позитива, новые поездки, новые города. Для артиста самый большой подарок – признание зрителей и народная любовь. А школа эстрадного танца Дэнс-авеню в свой первый юбилей получила особое звание – народный коллектив. К слову, это первый в Ульяновский студенческий коллектив, добившийся такой высоты. Почетное звание теперь обязывает ребят двигаться только вперед и постоянно повышать планку своего творчества. Дэнс-авеню – это, во-первых, кадры, так скажем, именно сильные танцоры, которые выступают это везде, начиная от факультетских студенческих осеней, студенческой весны, до, соответственно, межвутовской и всероссийской фестивалей российской студенческой весны. То есть выступление на различных всероссийских аренах, где Дэнс-авеню занимает первые места, призовые места, что, в принципе, мы ими очень гордимся и рады этому. Дэнс-авеню Читайте в свежем номере газеты «Аргументы и факты» в Ульяновске. Открывает номер материал «Куда дорога?» Куда уходит молодежь? В интернет, из жизни, в правонарушения. Кто виноват – воспитатели или родители? Корреспондент АИФ Татьяна Захарычева испытала на себе, как рассматривают наши жалобы на ЖКХ в разных инстанциях и суде. Публикация, которая для многих может стать инструкцией по применению. Гость номера – Вазген Вартанян. Феноменальный пианист рассказал, почему играет классику, почему ему не у кого учиться, и поделился впечатлениями от игры на новеньком стейнвее, отыграв сложнейшую двухчасовую программу на фестивале «Мир эпоха имена». Итоги года 2015-го. Как мы в плане экономики и социалки выглядим на фоне ПФО и РФ. Экономический обзор Геннадия Ельцова. Аргументы и факты. В конце апреля выпускает первый весенний суперномер вопросов и ответов. За самый интересный и актуальный вопрос – экскурсия в музей Эйнштейна. А также на 8-й и 9-й полосе ищите программу телеканала «Репортер 73» на предстоящую неделю. Кстати, с переводом стрелок ТВ-программа в «Аргументах и фактах» выходит по местному времени. Ваше благородие, госпожа победа! 17 апреля на сцене филармонии проект исполнителей авторской песни «Бард Вагон» «Город Москва» представляет новую программу – песни бардов из советского кино. Любимые песни из кинофильмов «Белое солнце пустыни», «Бумбараж», «12 стульев», «Москва слезам не верит», «Вертикаль», «Белорусский вокзал» и другие любимые композиции. Справки по телефону в Ульяновске 70-09-49. Повезет в любви. Левушкино студио. Стиль, актуальность, креатив. Здесь открываются новые горизонты парикмахерского искусства. Команда профессионалов, асов своего дела поможет создать идеальный образ на каждый день или запоминающийся для торжественных событий. Постоянное обучение новым методикам окрашивания и техникам стрижек. Тематические дни для любимых клиентов. В Левушкино студио сделают все, чтобы вам хотелось вернуться сюда вновь. Профессиональный уход, актуальный цвет, эффектные стрижки и укладки, а также моделирование и окрашивание бровей, маникюр. Левушкино студио. Меняет образ и дарит радость. Улица Пушкинская, 4А. Телефон 70-09-49. И еще важные информации от репортера 73. Запомните телефон рекламного отдела 30-41-73. Здесь есть все. От рекламных роликов, сюжетов до объявлений и бегущей строки. Звоните 30-41-73. И вы в эфире. Это все на сегодня. Делайте новости вместе с нами. Звоните 30-40-73. Читайте и смотрите. Тройной W. Репортер 73. ТВ. Реальность сама складывает картину дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин